здравствуйте уважаемые зрители девиз оставайтесь дома уже как месяц стал самым популярным причем во всем мире вот никогда не думал что в современной жизни найдутся слова которые объединят все человечество старшее поколение помнит как в советское время существовал такой лозунг пролетарии всех стран объединяйтесь он был на заголовке практически всех газет эти слова украшали все города и веси большой страны однако на самом деле он не имел широкого отклика во всем мире ибо в капиталистических странах пролетарием жилось неплохо и объединяться они с нами не хотели но все же в современном мире существует одно волшебное слово которое объединяет всех и рабочих и руководителей и бедных и богатых это слово доллар американский доллар твердая валюта и цель номер один всех людей на свете его любят в любой точке мира независимо от политической социальной сексуальной или иной ориентации к нему стремятся все ну кто ж не хочет быть богатым его обожают ценят и собирают обладая большим количеством долларов ты был уверен в завтрашнем а то и в послезавтрашнем дне однако все это было еще вчера ну то есть месяц назад но только мне сейчас в наше карантинное время очень трудно стало его удержать ибо копить его ну нет возможностей потому как нет работы и количество доллара что в кошельках что на счету тает буквально на глазах так что нынешний девиз оставайтесь дома очень кстати подходит многим из нас потому как денег на руках мало все закрыто тратить некуда и не на что кроме продуктов что еще остается нам всем только дома сидеть телевизор смотреть до холодильник опустошать но доллары тают не только у населения но и в бюджете страны я в своей прошлой программе сказал что наша страна на преодоление нынешнего положения уже потратила два с половиной миллиарда долларов и это естественно не предел ибо президент говорил о 10 миллиардах что будет потрачено на кризис интересно вот что в эти 10 миллиардов войдут те три миллиарда что мы недавно заняли за границей признаться честно я вообще не понял зачем мы их занимали ведь еще месяц назад было сказано что у нашей страны достаточно резервов и говорили что у нас есть 90 миллиардов долларов и нам денег ну точно хватит а потом взяли еще и заняли эти три миллиарда для чего и главное как их отдавать в это кризисное время ведь наша экономика еще не скоро придет в себя но не будем пессимистами ибо у государства есть надежда на пополнение бюджета напомню что на прошедших выходных страны опек наконец-то договорились о снижении добычи нефти и ее цена автоматически поползла вверх а это очень хорошо для нашей страны ибо большинство денег в наш бюджет поступает именно от продажи нефти так вот если для страны это хорошо то для простого народа пока выгоды от этого мало так как режим чипа еще не отменяют работы у большинства нет а соц выплаты мизерные всего-то сорок две с половиной тысячи тенге да кстати о них сегодня было заявлено что эти деньги могут получить и работавшие студенты и вообще если режим чипы продлят то население их получит и во второй раз и еще министр труда сообщил что сорок две тысячи уже назначены почти двум миллионам наших граждан я вот правда не понял назначены значит получены или типа ждите еще поступят как понять ну да ладно я вот о чем хотел сказать мне вот определенно импонирует манера разговора министра нурымбетова он все время извиняется в прошлый раз он извинялся перед теми кто до кризиса много получал а потом подал заявку на 42 тысячи в этот раз он извинился за задержку их получения слушайте определенно культурный воспитанный человек что большая редкость для наших чиновников они ведь как привыкли с нами разговаривать с высоты своего положения с чувством с толком с расстановкой не спеша объяснять нам вернее растолковывать некоторые положения и правила из своей бюрократической жизни поучать нас словно маленьких детей иногда они разговаривают с нами нагло дерзко потому как знают что им за это ничего не будет и мы покорно кивали и мучали им в ответ а тут такое дело уж слишком он вежливый и это настораживает чуть что извиняется перед нами и не знаешь верить ему или как от сердца говорит или лукавит ну да ладно вежливость это хорошо конечно вот только денег бы не задерживали ибо одними извинениями сыт не будешь всего вам доброго и смотрите атомикен бизнес